Здравствуйте! Вы смотрите программу новостей Сургут-24. В студии работает Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Треть бюджета Югры. В производстве судебных приставов находится миллион дел на 80 миллиардов рублей. Начнут проектирование в этом году. Второй мост через ОПИ в районе Сургута появится через 5 лет. Нам-29. Первая телерадиокомпания города Сургут Интерновости сегодня отмечает день рождения. Есть ли перспективы у севера или нет? Решить так и не смогли. Зато поняли, каким образом выстраивать дальнейшую работу. В Сургуте завершился форум северных муниципалитетов. На нем эксперты из 20 регионов России обсуждали перспективы экономического развития и методы решения проблем северных территорий. Одним из конкретных итогов форума стал подписанный контракт на строительство спортивного бассейна в поселке Федоровском. По словам главы Сургутского района, главное, что сейчас стало понятно, каким образом организовывать форум в дальнейшем. В планах разделить его на 5-6 площадок. К примеру, финансы, муниципальная служба, благоустройство. Там будут детально анализировать успехи и достижения района и выстраивать задачи, которые нужно решить в будущем. Мы сделали выводы определенные на следующий год. То есть для меня, как для руководителя, очень важно получать качественную обратную связь. Это же очень легко и хорошо самому себе успокоиться, сказать, что все хорошо, а на самом деле где-то нехорошо. Поэтому мы на следующий год определим обязательно основные направления, по которым мы можем презентовать свои наработки, свои лучшие практики. И действительно, как знаете, была передача такая 12 злобных зрителей, пригласить действительно таких злых экспертов, чтобы они нас немножко покритиковали. И это правильно. Нельзя расслабляться. Долгов на 80 миллиардов рублей. Столько, по данным Югорского управления Федеральной службы судебных приставов, не выплатили жители Югры. С начала года в структуру поступило более миллиона исполнительных документов. Это абсолютный рекорд. В Сургуте за 9 месяцев закрыты более 11 тысяч производств по задолженностям за услуги ЖКХ, 18 тысяч за просроченные платежи по кредитам и 26 тысяч за неуплату налогов. В общей массе преобладают штрафы за нарушение правил дорожного движения, однако приставы отмечают, что взыскания по ним происходят очень быстро. Всего в Югре с января по сентябрь взыскали около 12 миллиардов рублей. Осталось еще 80. Самое большое это штрафы ГИБДД. На сегодняшний день это около 49% наших остатков. Это применительно к любой категории округа. Второе место занимают неплатежи в налоговую систему, бюджеты всех уровней. Далее идут коммунальные услуги. И они, кстати, очень весомые по сумме взыскания. И далее кредитные платежи. Но здесь, конечно, сумма взыскания гораздо выше. В окружном управлении Федеральной службы судебных приставов готовят реформу. В первую очередь она коснется работы с жителями. Они смогут задавать свои вопросы руководителям структуры по видеосвязи. Система ВКС уже налажена со всеми муниципалитетами Югры. А с Ургутом уже провели тестовую конференцию. Изменится и порядок работы на местах. Ранее на прием можно было попасть дважды в неделю, по вторникам и четвергам. Теперь ежедневно в каждом из отделений Федеральной службы будет работать дежурный пристав-исполнитель. Ежедневно будет работать дежурный судебный пристав. И каждый день можно прийти оперативно решить какие-то свои вопросы. Ну а уже частное, конкретное, конечно, это работа со своим участковым приставом. В те часы, которые предмены, они изменяться не будут. Но если вы пришли сегодня в понедельник в 12 часов узнать, а что же у меня за задолженности, почему у меня арестован счет в банке, вас примут, обязаны принять, разъяснить. День жестянщикам. Часть первая. Три человека пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Сургуте в минувший четверг. В ГИБДД зафиксировали всплеск звонков о произошедших ДТП. Это связывают с ухудшением погодных условий, выпадением снега и образованием гололеда. За сутки в дежурную часть поступило 43 сообщения. Полицейские оформили 24 аварии. В остальных случаях участники воспользовались возможностью зарегистрировать факт инцидента по Европротоколу. Не обошлось и без пострадавших. В двух ДТП травмы получили три человека, один из них подросток. Лада Приора в смятку. На трассе Сургут-Нефтьюганск в пятницу утром произошло крупное ДТП. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в КамАЗ. От сильнейшего удара у грозовика оторвалось колесо, которое отскочило в ехавшую следом за Ладой Хонду. В результате аварии на месте погибли два человека, находящиеся в отечественной легковушке. Еще одного в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Ведется следствие. Точка кипения дороги. Проектирование нового моста через Обь и беспрецедентной суммы на ремонт дорог обсудили представители администрации Сургутского района, бизнеса и главы поселений. В дискуссии принял участие и заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев, который впервые стал участником проекта «Точка кипения». Какие решения в итоге нашли, знает Юлия Плескачева. В Сургутском районе за ушедшее лето проделали большую работу по ремонту автомобильных дорог. Всего заменили 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше 30 миллионов рублей на асфальтирование получил Угут. Восстановили 13 километров трассы Сургут-Нижневартовск. В рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» на этот участок выделено 280 миллионов рублей. Но несмотря на все усилия, вместе с качеством дорог растет и число ДТП. Поэтому главной задачей на сегодняшний день считают снижение их количества и смертности на дорогах Сургутского района. «Если говорить про статистику дорожно-транспортных происшествий, то мы ее фиксируем и мы говорим о том, что по состоянию на 1 сентября на территории района зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий. За аналогичный период прошлого года это 99, в которых 16 человек погибло. В сравнении с прошлым периодом это 13 человек. То есть мы видим увеличение на 16%. И травмировано 185 человек». Андрей Зобнинцев отметил, что в такой ситуации следует плотнее контролировать скоростной режим. В этом направлении в Сургутском районе тоже работают. В 2019-м установлено 10 камер фиксации нарушений ПДД. Нередко свои рейды проводит госавтоинспекция. Один из участников обсуждений предложил поменять подход к строительству дорог в районе и сделать их менее извилистыми. Несколько точек можно соединить и организовать одностороннее движение на этих участках. Заместитель губернатора эту идею оценил и обещал взять на заметку. «Если есть такая фатальная абсолютно какая-то закономерность на подобных участках, возможно просто перепроектировать, сделать их прямее. Ну, помимо других, всех характеристик, связанных с безопасностью, потому что сегодня основное ключевое слово – безопасность». К слову, в муниципалитете совместно с главой района Андреем Трубецким разработан трёхлетний план по ремонту магистралей и оптимизации движения в поселениях. На встрече обсудили и единственную дорожную артерию, связывающую часть Югры и весь Ямал с большой землёй. «Действующий Сургутский мост реально находится в режиме перегрузки. Я воздержусь от оценки его состояния как аварийного. Нет, мы его поддерживаем в работоспособном состоянии. Но он работает в режиме перегрузки с превышением трафика в 3,5 раза. Именно поэтому мы до конца текущего года объявим конкурс и законтрактуемся на проектирование второго моста через реку Лопь в Сургутском районе». Будущий мост будет состоять из четырёх пусковых комплексов. Его протяжённость, включая подъездную трассу, составит 46 километров. В кулуарах форума «Дорога-2019» в Екатеринбурге стало известно, что власти Югры рассчитывают запустить движение по второму мосту через Орд в районе Сургута в конце 2024 года. Юлия Плескачёва, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Нам 29. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» сегодня отмечает день рождения. 18 октября 1990 года Сергей Михайлович Катаев, основатель и первый президент СИНА, получил на руки документ. Он заверял, что в Сургуте появилась и зарегистрирована первая телекомпания. Сегодня «Сургут Интерновости» один из самых больших медиахолдингов Югры. Два телеканала, пять радиостанций, интернет-портал. Наш коллектив в свой праздничный день с удовольствием пересмотрел архивные кадры. Слово Татьяне Расторгуевой. Меня зовут Дарья Давыдова. Ефим Ишимцев. Меня зовут Оксана Маслова. Дмитрий Круговец. Меня зовут Елена Саган. Александр Рогожников. Меня зовут Юлия Давыдова. Сегодня эти имена хорошо знакомы всей Югре и в первую очередь нашему городу. Первая зарегистрированная в нем телекомпания «Сургут Интерновости» отмечает 29-летие. Начиналось все в 90-м в квартире основателя СИНА, нашего первого президента Сергея Михайловича Катаева. Он буквально заболевший телевидением собрал вокруг себя единомышленников, которые хотели революции в медиапространстве. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Усядьтесь поудобнее у своих телевизоров и немного расслабьтесь. Сегодня в эфире первый выпуск телерадиокомпании «Сургут Интерновости». Они изучали телевидение опытным путем. Пробы ошибок, достижения и озарений. Не спали, но делали. Зритель должен был увидеть новости в назначенный час. Здравствуйте. В эфире «Как всегда по воскресеньям» телевизионный обзор новостей в студии Ульяна Васильева. Многие помнят «Сургут Интерновости» на восьмом этаже гостиницы «Опь». В нескольких кабинетах располагались «Ньюсрум», телестудии «Североавторадио». В 2005-м для амбиций коллектива СИНА этого уже было мало. Телерадиокомпания переехала в собственное здание, где располагается по сей день. Вам хорошо знаком наш адрес. Улица 30 лет Победы, дом 27, дробь 2. В ближайшие сутки антициклон отступит на восток. Где у нас восток? Ну там где-то. Унося с собой сухой и прохладный арктический воздух. А в наш регион вновь и стремятся облачные поля фронтальных разделов, которые принесут с собой дожди. Я забыл начало. Таким образом. Пишем? Серёжа, прости, я помою твои сапоги. Ты можешь что-нибудь говорить ещё? Как держать микрофон? Вот, схватило. Новости Сургут-24. Новости главное, что произошло. Деловые люди, что покупаем. Диалог. Сказки народов Югры. Мы, сургутяне, нужно знать. Телерадиокомпания «Сургут-Интерновости» работает 24 на 7 и всегда держит руку на пульсе. 29 лет – хороший возраст. Мы опытны и полны сил, чтобы двигаться дальше. Впереди десятки интересных проектов. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на наших волнах и частотах, и вы всегда будете в центре событий. С уважением и любовью к каждому. Телерадиокомпания «Сургут-Интерновости». Второе поражение подряд. Баскетбольный клуб «Университет Югра» на домашней площадке проиграл команде из Ревды «Темпсумс» у ГМК. Сургутские спортсмены на протяжении больше, чем половины матча вели в счёте. Однако победный результат удержать не смогли. Почему? Об этом Дмитрий Круковец. После неудачной игры против «Уралмаш» сургутская команда была настроена реабилитироваться перед болельщиками. В гости к университету приехал бронзовый призёр «Суперлиги» «Темпсумс» у ГМК из Ревды. Матч первого тура уральцы выиграли. Возможно, хорошее настроение и перелёт в Сургут немного расслабили заводчан. Да и югорчане выглядели очень мотивированно. Очень вяло начали и за две четверти пропустили 51 очко. Это очень-очень много. Потому что мы не играли агрессивно и активно в защите. Давали свободные броски и не справлялись на пик-н-роллах. Открытых бросков очень много было у соперников. И они попадали с хорошим процентом. Лидерство югорчан по ходу второй четверти достигало 10 очков. Под конец первой половины матча гости активизировались. Одним из снайперов стал высокорослый Дмитрий Артешин, отправивший в кольцо Югры 8 очков. После 20 минут 51-47 хрупкое преимущество сургутян. Мы плохо начали стартовую четверть. Позволили сопернику делать всё, что они хотят. Давали лёгкие броски. Потом в перерыве тренер нам сказал, мы исправили свои ошибки, стали играть более агрессивно. Гости добавили в скорость и перемещение мяча и фактически исключили свободные зоны при атаках университета. После этого у Югры начались проблемы в реализации дальних бросков. Сургутяне сместили акцент на борьбу под щитами, чаще подключая высокорослых спортсменов. За счёт этого удавалось набирать очки 71-72 после получаса игры. Видно, что мы можем играть практически с любым соперником. Мы показали игры на турнире, показали две последние игры, что мы со всеми играем вровень. Поэтому нам нужно немного удачи и, может быть, где-то чуть-чуть добавить защите, и всё будет нормально. Концовка этой встречи напоминала предыдущий матч с Уралмашем. Здесь также всё решилось на последних минутах. Проигрывая с разницей в одну очку, американец Эндре Уолкер нарушает правила на славянском защитнике во время трёхочкового броска. Мирза Сараэлия не промахнулся. Добыв 4 очка преимущества, ревдинские спортсмены удержали победный счёт и отпраздновали победу 85-91. В составе гостей самым результативным стал Дмитрий Артешин, набравший 23 очка. У Югры 18 очков и 12 передач набрал Эндре Уолкер. Ещё 18 баллов за результативность и 11 подборов у Артёма Писарчука. В концовке где-то мы немножечко растерялись в защите. Пару упустили снайпера их, Артешина, который сегодня очень хорошо сыграл. Пару его свободных трёхочковых, пару проигранных подборов. Вот они и решили игру. Мы где-то лучше защищались, были более удачливые в конце. Ваши ребята не забили. Удача была сегодня в концовке на нашей стороне. Университет Югра отправляется в недельное выездное путешествие. 19 октября наша команда в Ижевске в рамках Кубка России сыграет с местным куполом. А 23 и 26 числа в Подмосковье и столице, в Суперлиге, встретятся с Химками и МБА. Дмитрий Курковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Эти правила должны знать все. Специалисты инсультного центра Сургутской травмобольницы читают лекции в трудовых коллективах города. Главная цель – научить сургутян распознавать симптомы инсульта и, конечно, не допустить его развития. Регбезы проводят в рамках месячника борьбы с острыми нарушениями кровоснабжения головного мозга. Организации сами делали заявки в клинику, чтобы неврологи приехали к ним. Всего за октябрь врачебные лекции прослушают примерно 300 человек. Несмотря на то, что инсульт в основном угрожает людям старшего возраста, подвержены ему и молодые люди. Поэтому лекции работники инсультного центра читают и для всех. Например, тренинг провели для студентов факультета физкультуры и спорта Сургутского педуниверситета. В моем профиле безопасной жизнедеятельности это пригодится и, пожалуй, будет одной из основ составления жизни. Будешь уже знать, что будет происходить с человеком, понимать, какие симптомы и заранее обращаться в больницу. Эффективные и простые методы распознавания инсульта – это улыбка, движение и речь. При нарушении кровоснабжения мозга человек не может улыбнуться, поднять руку или ногу, повторить фразу. Если вы наблюдаете вышеперечисленные симптомы, немедленно вызывайте скорую помощь. В целом, лучшей профилактикой инсульта неврологи называют здоровый и подвижный образ жизни, а также регулярные врачебные осмотры. Во-первых, это образ жизни, конечно же, да, то есть что мы делаем, да, занимаемся мы спортом, занимаемся, лежим на диване. Также это, конечно, контроль давления, контроль сахара крови, смотреть за сердцем, да, то есть банально проходить профосмотр, делать, если что-то беспокоит, если есть какие-то симптомы, обращаться к врачу и профилактировать. Выпуск завершат коммерческая информация и прогноз погоды. Больше новостей на сайте indifisnews.ru. Оставайтесь с нами, вы всегда будете в центре событий. До встречи в эфире. Ищите врача, которому можно довериться? Центр эндокринологии «Здраво» – это врачи-звезды в одной клинике. Высокопрофессиональные эндокринологи, аллергологи, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи. Высокоточные анализы и диагностика. Детские специалисты. Обращайтесь с любыми симптомами. Доступные цены, доброе отношение. Улица Югорская, 15. Телефон 26-46-46. 25 октября. Сургутская филармония. Ночь пожирателей рекламы. 50-30-60. Организаторы. Агентство «Астромидия». Компания подарков «Эль Крис». Генеральный информационный партнер телерадиокомпании «Сургут Интерновости». Наверняка вы уже слышали о КПК «Югра». Самое время познакомиться поближе. Для вас сбережение по 9,9% годовых уже с первого дня размещения. КПК «Югра». Навстречу к цели. «Восток ФМ». Только сочные хиты. «Восток ФМ». Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах «Сургута» и «Когалыма». Закажите сейчас по телефону в «Сургуте». 55-00-55. 55-00-55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Увеличить губы, стереть морщины, заполнить провалы под глазами. Все это возможно и по доступным ценам. В косметологии будущего «Голдберг». Естественное лицо. Моментальный эффект. Омолаживающий телефон 5118. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Он окрыляет, он согревает. И в играх толк знает. Нас всех зажигает. Батик, он твой. Этой зимой новая коллекция уже в Тарапузе. А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok